Здарова! В этом видео ты увидишь, как один из мужчин с нашего тренинга звонит девушке, у которой, ну девушкам, у которых взял телефон недавно. То есть, хочу поделиться, как это происходит. Для мужчины, в принципе, это какой-то прям вот сильнейший стресс, чуть ли не как больше, чем познакомиться. Потому что на каждом этапе сближения мы боимся получить отказ, что нас отвергнут, что нас скажут нет. То есть, и настолько это вот реально для многих рискованно и страшно, что люди даже этого просто не делают. И получается, что в третий день тренинга, то есть, мы начинаем звонить тем девушкам, у которых взяли телефон. Те парни, у которых телефонов маловато, ну там меньше, скажем, 10, это вообще нисколько не показатель того, как они проходят тренинг. Просто у кого-то там уже и по 20 к этому времени там и так далее. Они сталкиваются с тем, что они понимают, что когда мы говорим, нужно больше номеров, чтобы было больше выборов. Потому что не все девушки вызваниваются, не все девушки там заинтересовываются. Так уж вышло, да, что кто-то уезжает куда-то на дачу и так далее. Что бывает, что у людей мало выбора из тех, кого можно пригласить на свидание. У кого-то больше. Что мы делаем там? По желанию, естественно, как и все наши упражнения и задания, люди выходят в центр зала. А это реально круто, потому что, представь, он и так волнуется. Ему понравилась женщина, он переживает, чтобы она согласилась. Мы говорим ему какие-то вещи, которые нужно туда сказать, которые он никогда в жизни не говорил. От самых безобидных до каких-то прям таких с намеками на флирт, на секс и так далее. Но от самых безобидных это когда ты говоришь, я хочу тебя увидеть. То есть я помню себя, когда я учился, у меня были мысли, что типа кто я такой вообще, почему я такое буду говорить. Насколько же нас вот общество затюкало. Что я хочу тебя увидеть. Хотя в чем проблема, собственно говоря, да. До каких-то еще вещей, там просим одеть платье, чулки там и так далее. То есть они думают, что сейчас их пошлют нафиг, а девушки на это реагируют очень даже хорошо. Даже не просим, а, скажем так, ультимативных требований в их адрес девушек. И самые крутые парни, да, они выходят, они волнуются. У них иногда трясутся руки, да, то есть трясется голос. Потому что вот эти женщины, он боится, что ему откажут. Ему это крайне нежелательно. Плюс тут сидит большое количество парней, которые, хотя несмотря на то, что они в той же ситуации, они смотрят, ты волнуешься, как они тебя оценят. Но вот так или иначе вызваниваем. Это происходит иногда очень интересно. Допустим, когда она на громкой связи разговаривает, она даже не знает, что ей звонит целая большая группа людей. И мы параллельно даем какие-то комментарии. Иногда это происходит очень смешно. Ну, в общем, не суть. Там очень много и долго можно ничего рассказать. Просто посмотри. И прежде чем писать какие-то комментарии, подумай, а как бы ты себя почувствовал на месте этого человека? Потому что там были ребята, которые и уверенные в себе, и красивые были какие-то ребята, которые даже в начале тренинга, когда мы представляемся, то есть знакомимся, кто я, откуда, зачем приехал, они вот так разговаривали, то есть их колбасило, они волновались. И для этих людей особенно, скажем, достойно, когда у них есть такой рост, что они вызываются идти туда и звонить. И когда вы делаете это уже не первый раз, а второй, третий и так далее, то есть вас отпускают все больше и больше. И это очень круто, на наших глазах люди трансформируются. Смотри, как мы звоним. Ваня, это как вариант, но лучше как бы говори, я тебе перезвоню. Нет, это не плохо, на самом деле, как бы ответственность берите себя на себя. Да, берите на себя ответственность, не сваливайтесь на ссылку, они обычно не любят звонить. И вот эти капризнические, вот эти штучки, они бывают. А она взяла руку к таким, так, а Ваня, а Ваня, надо было подъебать, типа, а что голос-то какой-то, не радостный. Алло, Кристин, привет. Да, привет. Это Иван, мы с тобой виделись в районе Маняшкина. Алло, да-да-да, да, привет. Как у тебя настроение? О, хорошо. Я тебя услышал, потому что стало лучше. Хочу тебя увидеть. А сегодня? Да. А, ты был лучший. Ну, в принципе, в принципе, может быть, да. Смотри, я по делам буду в центре Москвы. Я уже все. Вот, буду свободен после восьми. Вечер? Да. О, нет, это очень поздно. Мы с ним. Давай пять на девятых. Хорошо, а когда-то... Давай в восемь опять. Нет, нет, просто, ну, нет, когда не стали, ну, так, после восьми это как, это уже, там, в девять, в девять? Нет, ну, в смысле, в восемь вечера. А, в восемь? Да. Да, все, я все решу. Все, не шабурарах. Да, слушай, я все решу. В общем, давай в восемь вечера встречаемся в районе Таганской, вот, где мы сходим. Давай на Таганской, в районе Арбата. Это мое любимое место в Москве. Возьмем кофе в Старбакс. Пройдемся, классная погода, пообщаемся. Ну, давай, давай. Ну, тогда с тебя классное платье, челки. Нет, в смысле, так, все. Тогда я одену. Да, давай ты и учишься. Ты что, офигелась, что ли? Нет, ну, по-кому надо. Это сейчас серьезно или, как бы, я сейчас понимаю. Нет, ну, слушай, конечно, серьезно. Ну, тогда приходи в удаложном костюме. Ну, кофе в кофе в кофе в кофе в кофе в кофе в кофе. Ну, отлично, 12 апреля, а что надо делать? В общем, ладно, крестим. В общем, в районе Арбата я тогда напишу где-то зачатку, там уже точно договоримся. Ну, давай, давай, там приедем. Угу, тогда. Все. Ну, заебись.